Ульяновская область — родина талантов. В Год науки и технологий, объявленный президентом Владимиром Путиным, эти слова становятся наиболее актуальными, тем более, что они полностью соответствуют действительности. Убедиться в их проводе можно, побывав на конференции, посвященной изобретательству и Году науки и технологий. Она прошла в Ульяновском государственном техническом университете. Хозяева площадки были представлены проектом «Дронодром». Беспилотная летательная пора давно уже перестала быть просто игрушкой. Сейчас он может выполнять почти все те же самые функции, что и обычная авиация. Дронов, правда, в политеховской тарелке не запускали, не позволяет технике безопасности. Но каждый желающий мог почувствовать себя пилотом летательного аппарата с помощью специального симулятора. Сейчас мы запускаем новый проект, который называется «Экосистема беспилотной авиации», которая будет включать в себя одновременно детскую школу пилотов-навигаторов. Мы начнем учить деток управлять беспилотными летательными аппаратами, а это непросто, потому что дроны бывают разные. Кроме того, в «Экосистема» войдет студенческое конструкторское бюро «Дроностроение» и курсы повышения квалификации для школьных учителей. Данный перенажер симулятора имеет два уровня сложности. Первый – это самый базовый. То есть здесь мы просто знакомимся с самим устройством, не спеша оцениваем дистанцию, не спеша выбираем лицельную марку, производим выстрел, попадаем, вырадуемся. Коллеги политеховцев из Ульяновского государственного университета тоже были представлены проектом симулятора. Только он предназначается не для детей и студентов. С помощью тренажера-стрелка-гранатометчика в учебных условиях могут проверять свои навыки военнослужащие. Условия приближены к реальным. На траекторию стрельбы влияет даже ветер, а мишени могут стрелять в ответ. Тренажер-симулятор позволяет отрабатывать как стрелковые навыки, так и тактические навыки. При этом используется массогабаритный, полнофункциональный макет реального гранатомета РПГ-26 «Аглей». Осваивают в Ульяновской области робототехнику. Притом изобретение школьников могут дать фору маститам-инженерам. Недавно открывшимся Демитровградскими кванторами уже разрабатываются очень полезные роботы. Например, робот-разведчик. Чтобы рационализаторам и изобретателям лучше жилось в регионе, будет разработан указ губернатора о научно-технологическом развитии. Об этом сообщил глава области Сергей Морозов на пленарном заседании конференции. Кроме того, появится комиссия научно-технологического развития. Она займется внедрением передового опыта и технических новшеств в жизнь. Убежден, что этот год станет не просто очередным этапом, а настоящим прорывом на нашем общем пути к ускоренному технологическому развитию области. Давно понимаем всю важность данного направления. Мы приступили к формированию благоприятных условий для развития инновационного и технического творчества для взрослых и детей. В пользу изобретательского потенциала области говорят вполне конкретные цифры. В прошлом году, несмотря на пандемию коронавирусу, на 46% выросло количество заявок на получение патентов. Получено 384 патента на изобретение и 196 на полезные модели. Как показывают участники конференции, это далеко не предел. Егор Титов, Артем Куранов, Управда ТВ.